Гляньте, у нас теперь с Петросяном новый дуэт. Вот сказать кому, не поверьте ей, Бог, правда, тебя? Теперь, Ваганыч, как мы клёво с тобой вдвоём-то выступать будем. Ой, вообще! Ой, и там ты тоже выступаешь. Чур меня, чур! Это что такое, я не понимаю? А? Что тут не понимать? Это вообще самозванец. От самозванца слышу! Погоди, 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 сейчас я не поняла. Я между двух Петросянов стою, Господи, хоть желание загадывай. Это что такое, а? Ну, он такой же Петросян, как я, Пономаренко. Погоди, погоди, а может он твой клоун? Сынок, может, твой Ваганыч? Он клоун. Смотри, как кривляется. Между прочим, неплохо кривляется. Прям как ты, ей-богу. Слышь, пошути-ка что-нибудь. Пошутить? Сейчас. Хоронили тёщу, порвали два баяна. Так, как тебе? Ну, так ничего. Это в прошлом спектакле я так шутил. Это его. Ты чё-нибудь своё давай, чё-нибудь своё. Чё, понеслись? Понеслись, ну! Понеслись, сказали две курицы и поднатурились. Вот это моя шутка. Как вам, мужчина? Сегодняшняя моя шутка, да. Слышь, Ваганыч, ну чё ты заладил? Моя шутка, моя шутка. Я чё, я не шутки выбираю. Мне не шутками жить-то. С человеком? Я думаю, всё-таки вот этого надо выбрать. Он им помоложе, и срок гарантии, наверное, не истёк у тебя, да, Сынок? Ага. Пойдём-ка со мной. Слышь, ты давай пока в образ войди, покажи что-нибудь. Я прям изнервничал себя с вами, прежде чем выбрал. Ты прям, я не знаю, колбасит меня, всё видишь. Давай, что-нибудь покажи пока. Колбасит меня. Ну, улыбай. В образ войду. Ну и войду. Сколько у нас психов никто не считал, нет? Захожу недавно на дачу к соседке, смотрю, лежит на кровати в позе пьяного лебедя. Руки, ноги по всей кровати. Голова отдельно. И главное, на голове такое лицо. Ну, как будто на неё люстра упала. Кровавая такая. Схватил ведро с водой, жахнул в район подушки. Она живой оказалась. Оказывается, она живая, потому что мёртвая так орать не будет. Что она сделала? Она для цвета лица на лице клубнику раздавила. А я, мол, придурок взял всё смыл. Я кричит из-за тебя, никого теперь в гости себе пригласить не могу. У меня вся кровать мокрая. Я говорю, ну, хочешь, я к тебе приду со своей клубникой. Раздавлю всё, как было. В это время её мужик, Пал Пал, с топором пришёл. Он любит с топором с людьми разговаривать. У него слабость такая. Он, когда им машет, люди его лучше понимают. Ты зачем мою маню замочил? И топором дирижирует. В это время на шум с дачи напротив Вера Ивановна прибежала. Она, ой, она психолог. Да, она в психушке работает. Она с топорами умеет разговаривать. Тю-тю-тю. Пал Пал, вы такая умница, такой интеллигентный, умный, образованный. Тю-тю-тю. А тут же детишки, наше будущее, наша гордость. При них нельзя. Тю-тю-тю. В это время какая-то машина по луже. Вжик. И вот все брызги, которые в этой луже были, это психички прям в тю-тю-тю. Вера Ивановна, женщина выдержанная, интеллигентная. Она как зарёт. Ах ты, козёл, недобавленный. Бурлоп, пучеглазый, кострак, недорезок. Упал Палчи, из рук топор выпал. И он так вяло. А как же детишки? А из психички уже пена пошла. Какие детишки? Твою хвосты в грю. Видишь, штаны заляпали. Вот так она орала, пока её не связали, и они отвезли к ней на работу. Она в психушке работает. Но мне туда не надо, у меня вся квартира психушка. Прихожу домой, жена вся издёрганная. Что такое? Что случилось? Оказывается, её подруга достала какой-то сексуальный сарафан от Юдашкина по цене от Бронцалова. И ей такой срочно подавай. Ну, я, естественно, психотерапию устраиваю. Он этот сарафан на твоей подруге хорошо сидит, потому что она костлявая. Ей на чём обычно люди сидят, сидеть больно. А у тебя в этот сарафан даже щёки не пройдёт. Ну, тут, конечно, возникает дочка. Мама, бери, даже не думай. Я его буду носить. Я спонсора нашла. Он мне обещал пять тысяч баксов на развитие. В это время скипает её муж, Жора. Он у нас главный припадочный. Пять тысяч от неспроста. У них шуры-муры. Я его убью. И её, и себя, и вас. Я говорю, Жора, ты на меня не рассчитывай. Все за сердце, всем не отложка. Все поссорились, понимаешь. Доктор спрашивает. Ну, что он мне делать? Он глянул на меня грустно и сказал. Купи сарафан. А на работе у нас тоже, тоже все с ума посходили. У нас Ложкина есть, Ложкина. На три дня отпуск взяла за свой счёт. И чтобы все сотрудники, значит, в обморок попадали, у себя на голове тысячу косичек заплела. Тысячу косичек. Муж со второй смены ночью приходит домой. Смотрит на подушки. Клубок змеи и зубы торчат. Его в психушку и отвезли. Бухгалтер у нас свихнул. С на старость лет решил крутым стать. Представляете, новую сигнализацию поставил на свой старейший запорожец. Это сигнализация новинка. Когда к машине близко подойдёшь, она дурным голосом говорит, отойди. И все, значит, за сердце хватаются. А тут тётя Дуся с дежурства шла. И она ей... Отойди. А тётя Дуся, она фронтовик. Она трудностей не боится. И она ей... Чего? А это опять... Отойди. Ну, у тёти Дуси словарный запас побогаче будет. Она как-никак в седьмом классе убирается. И она... Чё ты сказала, козявка бензина? Я тебе фары живо пообриваю! И вот так слово за слово. К утру у запорожца же морда разбита. Фары нет, и он без прерыва... Добро пожаловать! Добро пожаловать! Вот так и ждёт Сипора Бея!